Книга «Исход», 23 глава, 7 стих. «Удаляйся от неправды». Рассказ «Я не верю в гороскоп». «Кэт, почему у тебя такое мрачное лицо? И сколько раз можно тебе повторять, что я не терплю никакого негатива?» Возмущенно обратилась к своей племяннице, тетя Эмма. Она закурила очередную сигарету и тут же прищурилась от густого табачного дыма. Кате очень захотелось ответить ей также сердито. «А сколько раз я просила вас не называть меня Кэт? Ведь я же не иностранка, и мое имя Катя!» Но произнести это девочка побоялась. «С тетей нужно быть на чеку. Она не выносит никаких возражений. Тем более, что является хозяйкой квартиры. И так до сих пор не прописала в нее свою племянницу». У тети Эммы Катя жила уже второй год. После того, как умерли Катина родители, тетя взяла ее к себе, хотя и с большой неохотой. Катя училась в четвертом классе. Ей было всего 10 лет, но из-за перенесенных переживаний она выглядела гораздо старше своего возраста. От самого раннего детства девочка видела в своем доме только постоянные ссоры пьяных родителей. Очень часто она оставалась голодной, потому что в доме не было никакой еды. А родители, напившись в очередной раз, беспробудно спали. Когда же они все-таки просыпались, все было еще хуже. Не найдя денег на опохмел, отец с матерью затевали драку. А Катя, чтобы не попасться им под горячую руку, убегала из дома и пряталась в сыром подвале. Дрожа от холода и страха, она порой просиживала там по несколько часов, опасаясь возвращаться домой. Как-то один из соседей, пожалев девочку, заявил о происходящем в полицию. Но полицейские, приехав, даже не вникли в суть дела и, погладив Катю по голове, тут же уехали. Сосед долго возмущался их действиями, а потом сказал Кате. Да, чему тут удивляться? В наше время никому ни до кого нет дела. Все заняты только самими собой. А беззащитный ребенок никого не интересует. Конец света, это точно. Тяжело вздохнув, он протянул Кате конфетку, которую она тут же с жадностью проглотила, потому что постоянно была голодной. Однажды отец пришел домой с раздобытым где-то ружьем и прямо с порога, прицелившись в мать, нажал на курок. Прогремел выстрел, но пуля пролетела мимо, чудом не попав ни в мать, ни в Катю, которая стояла рядом с матерью. Вскоре после этого отец, идя по улице, упал и тут же скончался, как позже выяснилось, от сердечного приступа. А через очень короткое время заболела и умерла Катина мама. Вот тогда-то тетя Эмма, папина сестра, взяла к себе племянницу, потому что та осталась без жилья. Оказалось, что из-за многолетней неуплаты за коммунальные услуги, какой-то проворный работник банка удивительным образом смог завладеть небольшой квартирой, в которой жили Катя со своими родителями. Тетя Эмма жила одна в большой трехкомнатной квартире, но Катю взяла к себе неохотно. Только из-за того, чтобы знакомые и друзья не осудили ее зачерствость, потому что очень дорожила своей репутацией. Замужем тетя Эмма никогда не была и уже много лет нигде не работала. Соседи не могли понять, откуда у нее столько денег, что она ежегодно ездит на курорты и даже недавно приобрела машину. И только очень близкие друзья тети Эммы знали об источнике ее больших доходов. Увлекшись гороскопами, тетя Эмма научилась как-то по-особенному предсказывать людям их будущее, и за это получала большое вознаграждение. После того, как Катя переселилась к ней, тетя Эмма попыталась приобщить и племянницу к своему ремеслу. Но та никак не хотела слушать ее. Катя, по натуре мягкая и уступчивая, неожиданно твердо заявила, что она не верит ни в какие гороскопы и не желает этим заниматься. Очень раздосадованная своим неуспехом, тетя Эмма сказала племяннице, «Эх, зря ты отказываешься! Дело-то очень прибыльное!» «Катя, ты могла бы немало зарабатывать на этом!» «Нет, не хочу!» – категорически ответила племянница. «Не понимаю, почему ты так упрямишься?» С раздражением произнесла тетя Эмма и, подозрительно взглянув на Катю, спросила, «А-а-а, может быть, ты в Бога веришь?» «Да, я верю, что Бог есть!» – ответила девочка. «Жалко только, что я ничего о нем не знаю!» «Почему же тогда ты решила, что он есть?» Насмешливо Бураве ее колючим взглядом поинтересовалась тетя Эмма. «Как же! Ведь этим миром должен кто-то управлять!» – уверенно произнесла Катя. «А кто же еще, кроме Бога, может все это делать?» «Как это кто? Правительство! Президенты управляют!» – возмущенно воскликнула тетя Эмма. «И строго взглянув на племянницу, повелела, выкинь свои фантазии из головы, и чтобы я больше никогда ни о каком Боге не слышала. Ясно тебе?» В ответ Катя промолчала. Спорить с тетей ей не хотелось. Во-первых, это было бесполезно. А во-вторых, могло закончиться для нее серьезным наказанием. Но мысли о Боге, как выразилась тетя Эмма, Катя из головы не выбросила. Напротив, она постоянно размышляла о том, как бы ей узнать обо всем этом побольше. В душе девочки скопилось много вопросов, ответы на которые она не находила. И поговорить об этом ей было совершенно не с кем. Однажды вечером после ужина тетя Эмма прочитала Кате одно из предсказаний гороскопа и взволнованно сказала. «Ты слышала? Написано, что на этой неделе водолеев ожидает смертельная опасность». Но на Катю эти слова не произвели никакого впечатления. Она только удивленно спросила. «Ну и что? А почему вы так переживаете за каких-то водолеев?» «Глупенькая!» «Да ведь водолей – это я!» – нервно пояснила тетя. «Вы водолей? Как же это понять?» – недоуменно спросила Катя. «Да ты что, с луны свалилась, что ли?» – возмутилась тетя и тут же добавила. «Водолей – это мой знак зодиака. Понимаешь? Значит, мне тоже грозит какая-то опасность. Смертельная опасность». Катя не успела ничего сказать, потому что тетя вдруг со слезами воскликнула. «О-о-о! Неужели я должна буду скоро умереть? Ведь я же еще совсем не старая!» Катя стала очень жалко ее. Она подбежала к тете и, взяв ее за руки, сочувственно сказала. «Пожалуйста, тетя Эмма, успокойтесь! С вами ничего плохого не случится! Зачем вы верите этому придуманному гороскопу?» Но тетя решительно высвободилась из рук племянницы и сердито сказала. «Какая же ты все-таки глупая! Какая ты непонятливая! Если в гороскопе написано, что есть смертельная опасность, то значит, это действительно случится со мной!» После этого разговора тетя Эмма стала ежедневно ожидать своей смерти. Она не отвечала на телефонные звонки, больше не занималась своей деятельностью и почти ничего не ела, потому что у нее совсем пропал аппетит. Целыми днями тетя лежала на диване со смертельно бледным лицом, а в глазах постоянно был страх. Со своей племянницей она почти не разговаривала и смотрела на нее каким-то отрешенным взглядом. Однажды, вернувшись из школы, Катя прошла в гостиную и в ужасе застыла на пороге. На диване, в луже крови лежала мертвая тетя Эмма. Позже выяснилось, что она покончила с собой, перерезав себе вены. Скорее всего, тетя устала ожидать рокового дня смерти и решила ускорить это событие. После похорон тети Эммы работники социальной службы поместили Катю в интернат для сирот. Обстановка там была очень тяжелой. Почти все интернатовцы курили, сквернословили, а также занимались другими нехорошими делами. Они попытались вовлечь в свои занятия Катю, но у них это так и не получилось. Душа этой девочки изо всех сил тянулась к чистоте, к правде. В интернате была большая библиотека. Взяв там книги, Катя в свободное время выходила во двор, засаженный деревьями, и, устроившись на скамейке под большим дубом, погружалась в чтение. Но во всех прочитанных книгах она не находила ответы на мучившие ее вопросы. От этого Катя становилась все тяжелее. Иногда она не могла сдержаться от слез, размышляя. «Но почему мне так не повезло в жизни? Другие живут в своих родных семьях от рождения, наслаждаясь любовью родителей. А я... Я совсем-совсем одна на всей земле!» Горло перехватывало от горькой обиды на свою несчастную судьбу. А что, если впереди ее ждут еще более тяжелые дни и годы? А может быть, человек вообще создан не для счастья, а для того, чтобы, помучившись столько-то лет на земле, потом умереть? И на этом все? Такие мысли постоянно тревожили Катину душу. Но в то же самое время вся ее внутренность противилась этому. И однажды она вдруг ясно поняла. «Нет, не может быть, чтобы я родилась просто так. И вообще, если существует тьма, то значит, есть и свет. Если есть печали, то обязательно должны быть и радости. А если на душе плохо, то значит, может быть и хорошо. Ночь не продолжается целые сутки. Она заканчивается светлым утром». Сердце Кати радостно забилось в надежде на какие-то перемены к лучшему. Она удивлялась тому, что способна размышлять о таких серьезных вещах, и подумала, «А может быть, эти мысли посылает мне сам Бог?» Ей так хотелось спросить у него о многом, но как это сделать, она не знала. «Ведь он так далеко!» Катя подумала, «Интересно!» «А понимает ли Бог человеческий язык?» Как-то вечером Катя вошла в свою спальную комнату, где вместе с ней жили еще две девочки – Лена и Дина. Катя увидела, что они склонились над каким-то журналом. Эти девочки относились к Кате насмешливо из-за ее склонности к уединению и постоянно старались чем-то поддеть ее. «Катя, а в каком месяце ты родилась?» обратилась к ней Лена. Услышав Катин ответ, она заявила, «А, понятно! Значит, ты – рыба!» «Да нет, никакая я не рыба!» Возмущенно ответила Катя. Лена с Диной, переглянувшись, громко расхохотались, а затем Лена сказала, «Да ты что, никогда не читаешь гороскопы?» «По гороскопу ты – рыба!» «И знаешь, что тут написано?» «Тут написано, что завтра ты получишь очень плохое известие. Завтра у нас экзамен по математике, так что, скорее всего, ты схватишь двойку». «Ну вот, опять этот противный гороскоп!» – расстроенно подумала Катя. И тут вдруг на нее напал панический страх. Вспомнив об ужасной смерти тети Эммы, она подумала, «Да, хотя тетя сама убила себя, но ведь эта смерть была предсказана ей гороскопом, и это действительно случилось. Ох, неужели и со мной завтра произойдет что-то нехорошее?» Лена с Диной продолжали о чем-то оживленно беседовать между собой. А Катя быстренько разделась, легла в постель и, на удивление, сразу же крепко уснула. Проснувшись утром, она сразу же вспомнила о предсказании гороскопа и почувствовала неприятный холодок внутри. Быстро одевшись, Катя вышла из комнаты и поспешила к своему укрытию под большим деревом. Убедившись в том, что вокруг никого нет, она нерешительно подняла взгляд в небо и сказала, «Бог, я знаю, что Ты есть, что Ты очень, очень великий, если смог создать нашу землю и все, что на ней есть. Может быть, Ты сможешь помочь мне? Я не хочу верить в этот глупый гороскоп, но если мне сегодня поставят двойку, то значит предсказание гороскопа было правильным. Я так этого боюсь и я очень не хочу, чтобы такое случилось. Я хочу верить в Тебя». Тут Катя стала так жалко себя, что она заплакала и после этого уже не смогла добавить ни одного слова. Когда Катя отправилась на экзамен, то по дороге со страхом поняла, что от сильных переживаний она все забыла, хотя и добросовестно готовилась к предстоящему испытанию. Экзаменационный билет ей попался один из самых трудных. Прочитав задание, она совсем растерялась. В памяти был какой-то глубокий провал. Рядом с ней сидела Лена. Она тоже успела взять билет, и, заглянув в Катин, с ужасом прошептала. «Не повезло тебе! Точно написано в гороскопе! Жди неприятностей!» Катина сердце готово было от волнения выпрыгнуть из груди. Ее не столько страшила предстоящая двойка, сколько тот важный вопрос, который она сегодня задала Богу. «Неужели этот несчастный гороскоп действительно способен что-то предсказать? Разве не Бог управляет всеми событиями в мире?» Катя еще раз перечитала свои задания, и в эту же самую минуту у нее в голове все прояснилось. Она почувствовала, что может без подготовки ответить на все трудные вопросы и подняла руку, заметив при этом недоуменный взгляд Лены. «Катя, ты хочешь о чем-то спросить?» обратилась к ней учительница. «Нет, просто я уже готова отвечать», уверенно произнесла Катя. Возвращаясь после экзамена из школы, она не чувствовала под собой земли. Такую высокую оценку на экзамене не получил никто, кроме нее. «Самый высокий балл!» Да еще с тремя плюсами. Эти плюсы учительница добавила ей, учитывая особую сложность задания. Катя очень радовалась полученной высокой оценке. Но еще больше она ликовала от того, что Бог явно ответил ей. «Да, Он есть, и всем вокруг управляет Он, Бог». Теперь у нее исчезли все сомнения в отношении гороскопа. Было совершенно ясно, что все эти предсказания ложные. Но на этом божьи чудеса в Катиной жизни не закончились. На следующий день после экзамена всех интернатовцев собрали в большом зале и объявили им, что приехали благовестники, которые будут рассказывать о Боге. Впервые в жизни Катя услышала проповедь об Иисусе Христе, распятом за грехи людей. Но особенно ее потрясла песня «Голгофа». В ней говорилось о том, что Иисусу Христу, Сыну Божьему, причинили страшную боль на кресте совсем не гвозди, а грехи людей, которые Он взял на Себя, чтобы спасти их от вечного наказания в аду. Катя узнала о том, что Божий Сын, Иисус Христос, вытерпел все эти ужасные мучения только по одной причине. Потому что Он очень полюбил грешников, Он очень полюбил всех людей и захотел, чтобы спасенные вечно жили с Ним на небе. И когда в конце этого собрания ведущий спросил, «Кто из вас хочет покаяться, чтобы получить Божье спасение?» То Катя без колебаний вышла вперед и, склонив колени, попросила у Бога прощения за свои грехи. В этот день ей казалось, что Иисус опять сошел с неба на землю. Так остро она ощущала Его близкое присутствие. Катя еще не знала, что сейчас Господь не только приблизился к ней, но и вошел в ее сердце. Он родился в нем, чтобы теперь навсегда неразлучно быть с ней. Сейчас она осознавала только то, что теперь все плохое осталось позади, а впереди ее ожидает счастливая, бесконечная жизнь с Иисусом Христом, который уже никогда не оставит ее одну в этом страшном, лживом мире. Субтитрыной Субтитры Продолжение следует...